друзья всем привет решили прогуляться снять полноценное видео не как шорт коротенькая полноценная по городу прогуляться по нашему показать что у нас есть что интересного что не очень только от дома отошли живем практически вот тут четыре дома стоят вот здесь живем гуляем каждый день стараемся выходной на два через два сейчас график так удобно говорю о чем-то поговорить о хорошем и не очень чего у нас до в городе вот например строят у нас здесь прямо практически рядом с домом вот что эти наши дома вот эти дома здесь строят получается как называется правильно но не тюрьма это как она естественный из зале нет зона но для административщиков для этих как они ну за элементы за как они там дтп там вот такое эти административщики в общем а да нет а уже от уже уголовным получать а вот мы идем считаете да вот это вот скажем скажем тюрьму скажем тюрьма скажем тут же сразу дом стоит колония поселения народ боролся боролся чтобы не допустить вот этого вот тоже дом видите стоит и это все вблизи прямо вообще вот этой зоны короче вот дом нормальный элитный со своей парковкой как бы ну такой а сейчас до в окошко выходишь а там гуляют у тебя за эти во дворе прикольно короче весело придумали тоже выкупили частники а грязь и жубака вроде и все еще хотят то и воротят все обалдели направляемся мы в сторону к мы там у нас построили набережную посту построили набережную у нас вот хотим посмотреть ну и пройдем по пути конечно же что будет попадаться интересное там какие парки будем конечно показывать для ребят площадка такая футбольная но не новая но все же вблизи наших думов тоже вот в общем гуляем эта улица у нас улица чапаева там она работает в аптеке у аллы работа это саде какой-то был или он есть для простой просто детский сад или я он был какой-то для или опутаю для туберкулезных или как нет не было такого а для контактных по туберкулезу был мы сейчас уже переделали даю понятно там новый садик детский сад номер один снега главное столько было у нас снег снег выпал много было все я думал уже не растает никогда все зима нет смотрите все растаяло все везде травка зеленая асфальт лето ну не лето конечно прохладно он даже по зимнему у меня ребята я иду в осенне но у меня этот водолаз когда кругом еще я не сама то гулять я не хочу не люблю к тепло одеться и гулять вот так свободненько и дешевле все по кайфу это у нас получается городская поликлиника самое главное у нас городе а мы сейчас пойдем туда там стадион пойдем на стадион россия машин немного утра машин немного до выходной выходной отдыхают так что и мы тоже отдыхаем на сегодня воскресенье так что но мы то и завтра отдыхаем нам хорошо сейчас два через два графика а точно праздничный день же да 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 совершенно верно ремонтируют у нас улицу улица карла маркса я думаю что это меняют скорее всего трубы будут новые прокладывать ну и соответственно потом уже асфальтировать будет красиво сносит смотрят все бараки в городе он берите там на заднем плане барак их вообще много в городе практически все сносят их еще строили как говорят вот по той улице по по его пленные немцы после войны гор город у нас какого 39 вроде города до постройки или 38 вообще может быть даже начало 33 начали комбинат строить но город вроде 38 насколько я знаю 1938 у нас градообразующие предприятия это га знак там бумаг бумагу делают такую денежную с водными знаками и комбинат товара тоже помогу делать но не денежную или тетрадки но он тоже он тоже один из таких один из таких предприятий тоже градообразующих комбинат а мы уже дошли до стадиона стадион россия а я не а ну наверно у нас есть может путин построил на открытие стадиона а да у нас еще на дворе спорта приезжал путин открытие а еще ледовый как он называется ледовый дворец тоже вроде владимир владимирович приезжал там даже фотка висит фотография даже висит в этом в ледовом дворце это маленькие киоски стоят тут продают рыбу дачах а впереди вон там это кафе да у нас наверно одно из первых кафе в городе вообще валерия но она называлась раньше урал очка вроде бы когда еще у нас деда барин и равневох ходил тоже они грит туда на рыбалке когда рыбачили рыбу сдавали эту речную рыбу не было еще в то в советское время как-то я не в это кафе нет пойдем пока прямо вот наш стадион маленечко его под сам они ли здесь у нас шаурма шаверма это стадион он там парни видно занимаются сделали новый этот новый новый газон делают новые трибуны он там видите но новые плохо видно наверно на камеру то далеко новый красивый газончик ну да потягивает так то ветер прохладно стоят автобусы здесь стоят вот заведенный написано заказной тут тоже впереди заказной это скорее всего соревнования возможно у нас здесь школа самбо и дзюдо вот это вот на нее вроде на открытие на открытие да она открытие на открытие приезжал путин давить вот это вот он же у нас же путин дзюдоист вот эта школа самбо и дзюдо вот эта часть самбо и дзюдо это большое здание та часть это у нас получается школа футбола вот такое вот у нас здание красиво здание спорта так скажем школа спорта это памятник василию швая чемпион мира по самбо родился у нас у нас наш земляк здесь у футболистов свое поле играют футбол занимаются там сзади парк ленина с площадками с как они с тренажерами занимаются занимаются на тренажерах и на скейтбордах катаются тоже до торговый центр семья но он уже не работает как семья была когда-то лента еще да сколько-то времени побыла а торговый центр парк да ну вот вывеска семья ее даже сняли что там переделывают внутри тоже наверно кампятерочка будет или магнит монетка магнита что-нибудь такое наверное а это у нас дворец дворец ленина дворец культуры имени ленина он мир так все еще называется да раньше перед ним стоял памятник ленина но сейчас его убрали туда ли сделали нового ленина короче сидячего его убрали туда в зад за здание даже он там сидит сбоку а был раньше тут стоял впереди это кстати наша городская назовем ее с планада здесь самые главные праздники проходят день города новый год и да и так далее сейчас мы направляемся в сторону родины это у нас ну не кинотеатр он был раньше кинотеатром сейчас уже не кинотеатр хотя обещают что сделают но его так там и между даже вывеска была вроде что что будет кинотеатр труженика вообще уже его вообще уже не осталось труженика раньше одни труженики и были под номерами просто да и магазины были первый второй третий там не знаю мамулька мамулька привет с папулькой мы мои мамуля у меня работала в магазине номер 9 обычный и не сама служба не как же с пятерочку зашел там нагребаешь корзину нет стоишь сперва в очередь за чеком в кассу а потом стоишь еще за хлебом в очередь получать хлеб тоже продавали магазин торговый центр это у нас лидер улица культуры вот впереди она именно та родина но сейчас он уже торговый центр а раньше наверно все-таки был это просто как кинотеатр назывался мамулька еще ходила с папулькой оттуда покупали билеты было такое смотрели кино индийское наверное может не низкой любовь и голубы вот пираты двадцатого века культовые фильмы того времени а сейчас у нас есть кинотеатр но его сделали в дворце газнака до него далековато отсюда идти но там небольшой кинотеатр но лучше бы наверное все таки лучше бы наверное все таки был здесь может быть еще и сделают он еще в плане строительства вроде бы вот эта половина это здание было кстати вот посередине она была старая старая его просто обделали достроили его час такая красота мы направляемся вот в ту сторону там у нас парк божова мы там уже были заходили парк божова относительно новый тетя людо до гуляем по городу вот решили это можно это коротенько можно с вами до это тетя людо меня тетя мы гуляем по городу пошли вот так на каму прогуляться здесь я снимал но короткие видео нарезки сейчас решили вот пройтись она дома пойдет сейчас мелким пойдет с подружками гулять но маленько постояли поболтали пойдемте дальше это мозаика тоже показывал ее на шорсе а здесь получается разные эти да 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 здесь здесь наверное газнак где он вот это газнак я честно говоря я честно говоря тут не знаю мамуля ты знаешь расшифровку вообще я вот понимаю вот газнак и комбинат вот они вместе вот вот газнак вот это газнак это комбинат это мера нефтяники да у нас города такой это наверное ну что город воевал там я думаю так это парк победы у нас имеется рабочие до вот ну в общем такая мозаика построена очень давно еще она еще находится на старом здании это старая стена вот год постройки видите 1968 вот ее сохранили по просьбе жителей города идем сейчас в сторону парка божова мы там уже были но мы все равно идем через него парк победы не пойдем они практически вместе парк победы он короче на ремонте там делают плитку убирают дача вот так что мы идем где ремонта нет идем по парку божова это у нас большой сталинский дом называется 205 потому что на 205 квартир давить правильно правильно на 205 квартиру и вот здесь раньше вот в этом месте должна была быть арка но ее почему-то так и нету и уже не будет конечно же впереди у нас это у нас главпочтамп на четвертом этаже на 4 дал на четвертом этаже работала алла это мировой суд города краснокамска она работала секретарем суда памятник жертвам и политических репрессий а там шарик земной вот так такие небольшие как сказать памятники что ли знаковые места это улица мира одна из центральных идем разговариваем что сегодня намного легче идти мы гуляем каждый день свой выходной и вот снег растаял да как бы сказать не туда его каши снежный идет все легко хорошо гуляем это у нас елку посадили но в нее тут парни на машине въехали короче она у нас скрывает теперь стоит вот такая ну выпрямиться наверное потихоньку видите какой дом большой дом на 205 квартир вот этот красивый был когда построили сейчас уже такой конечно под обшарты там статуи в нем стоят да чё красивый вот и добрались до нашего парка точнее это сквер нас сквер божова я не скажу что он прям новый но относительно до полгода наверное как его построили да где-то полгода наверное как построили парк ну я думаю полгода уже прошло на его до сих пор там что-то подделывают еще весь гаражи были но они есть как бы но их видите как покрасили красиво чтоб как бы сказать радовало глаз здесь сделали вот такой вот ну это как я не знаю ну круг скажем да должны быть лавки я думаю еще не смысле куда садишься на бетон что ли нет может быть нет может я ошибаюсь лавки хотя есть вон там кстати прикольный стоит шарик мячик здесь площадка спортивная сквер божова это типа этот же типа малахит это не мало хит ой на только это стоит какие еще не сломали хулиганы да по-любому под камерами и вот такая детская площадка тоже клёвая со всякими горками а вот там сзади оранжевым видно виднеется это у нас парк победы то есть близко можно сказать один и тот же парк а вот здесь лавки то я перепутал вот лавки дима про которые ты говоришь что можно сидеть но а вот там смотрите вот это дом да простой дом просто вот 9 этажка а вот здесь сделаны вот такие перегородки и сделали их в книжке как будто это книги это кстати центральная библиотека вот он библиотека имени божова да поэтому парк сквер божова называется он впереди нас какой ждет такой шарик персонаж их несколько в этом парке это я понимаю один шарик даже называется лукойл такой в каске стоит где-то там находится я понимаю что это сделали ну спонсоры короче спонсировали лукойл я так думаю да вот есть qr-код вот qr-код его можно сканировать и он что-то расскажет покажет про наверно про парк или про библиотеку просто не видит и сканируется на темном до сделан не очень удобно ну ладно мы и так создаем правда пойдемте дальше сейчас направляемся но не в сторону бассейна у нас в той стороне есть бассейн но мы сейчас пойдем налево мы до бассейна не дойдем мы пойдем налево в сторону камах вот это кстати у нас а это детский дом а может пройдем там там на работе что ничего через парк и и туда уйдем ремонт ну там плитку содрали ладу они пойдем это у нас кстати музей игрушки музей игрушки а это тоже какой-то делают музей тоже городской это был раньше детский сад причем это было все детский сад оба здания вот и вот эти оба здания это был детский сад хорошо сделали красиво вот так вот наш парк выглядит реставрируют дом вот в нем будет музей там там стоит обозначение указатель я не знаю димка чё за музей будет там стоит указатель мы с мамой как-то шли мимо и прочитали что в нем будет музей тоже а вот это впереди начинается это у нас вот именно парк победы вон там оранжевым видите вон там оранжевым вот там прямо у нас находятся могилы и вечный огонь и памятник солдату тоже там находится вот дом номер 12 улица свердлова вот он был такой 1936 год построен вот так вот а это макет макет города краснокамска 1930 год вот так вот выглядел должен на макете выглядел наш краснокамск что-то по-другому да как-то что-то по-другому выглядел краснокамска но так-то прикольно а это кому это набережная да это вот ну написано краснокамск 30 мем макетного он же ну а чё не сделали красиво но я знаю но не сделали ладно пойдемте дальше это парк победы там сзади получается идет ремонт там разобрали плитку все а здесь а здесь вот пойдем потом как нибудь сходим туда я думаю все равно пройдем хотя может быть нет там что ходят вроде еще ладно мы уже пойдем нам в сторону к мы нам вот туда надо идти здесь видите вот такая у нас аллея и вот такие висят медали медали стелла вот здесь смотрите хулиганы какие-то сдернули звезду без дними звезду медальку сумму зернули медальку у кого-то руки чешутся медаль за оборону москвы это у нас друзья пожарная часть нашего города города краснокамска пожарная часть а это градообразующие предприятия это фабрика газнак я скажу она наверное самое главное у нас в городе все-таки у нас много предприятий но это прямо вот самое главное же городообразующие предприятия вот у нас комбинат но все-таки среди этих двух предприятий комбинат и газнак газнак пожалуй самое лучшее вот такое тоже делают плитку вижу сдирают старую а мы идем вон туда прямо у нас там уже до кама остается наверное меньше километра прохладненько прохладненько ну хотя когда идешь идешь когда вроде лето вроде ничего нормально а так держу камеру руки под замерзают скоро так будем по питеру гулять по новогоднему так что тренируемся тренируемся мальчики девочки дима расхаживается перед питером у нас в прошлый раз питере ныл где мама я устала у меня ноги все что больше не ныл чтоб гулял чтоб смотрел ходил достопримечательно создал свою историю до дворцовой площади на коленке падал давненько я не был в этих краях вижу спортивная площадка даже здесь давно давно я иначе не обращал внимание вот а вот уже наша кама буквально вон там уже виднеется темный лес это уже левый берег другой так что мы уже подошли а там построили новую там построили новую площадку тоже детскую и вообще набережную немного изменили это у нас мебельный магазин хотел сказать что он был мебельный магазин нет он не был он есть называется 12 стульев так ну чё пойдемте пока пока никого нету вот этого ничего не было красиво сразу бетонные эти асфальтированные дорожки и туда смотри и вниз даже уходит дорога ничего себе делали и большие эти как она детская площадка классно красота молодцы качельки ребята довольны это что-то будет видимо качель что ли ставить будут нет пойдем туда резиновый асфальт классно сделали молодцы прикольно скамеечек да поделали скамеечки стоят столько скамеек смотри сколько скамеек урна закрытой не не знаю не готовы еще может ну да нелогично урны закрыты пищевой пленкой и мусор валяется вокруг прикольно там у нас наша река наша камах он на доме видите написано на доме краснокамск классно прикольно нынче воды мало сейчас еще меньше конечно что-то из этого здания на работу делать все-таки сколько я живу столько она все стоит вот в таком состоянии в разрушенном даже без сетки стояла она как туалет да потому что летов нету до стоял шатер и все бегали в туалет в это здание короче вот вот это наша река сейчас уже ушла вода уже ушла далеко волосинка я большая прогулка это у нас ротонда еще однозначное место мост молодоженов скажем так виде замочки вешают все тут маша саша паша такая красота новые фонарики короче круто красотища и супер делают я не пойму делают какие-то смотрите как будто смотровые как площадки такие то ли лавки будут стоять даже это школа номер четыре дедушка в ней учился не а сейчас время там еще там еще строят там еще строят вот но пойдемте туда подходим к нефти качалки так наверно правильно называется к нефти качалки к этому ну памятнику скажем это у нас памятник первооткрывателям краснокамской нефти сейчас перейдем дорогу я думаю подойдем поближе посмотрим не успеешь дима не беги постоим вот такой вот памятник макет но это настоящая понимаю это настоящий вот 16 июня 34 года на территории строящегося краснокамска бум-комбината была обнаружена первая нефть так что этот памятник первооткрывателям краснокамской нефти вот такая вот такая вот качалка настоящая настоящая поставлена да вот скажем ну не в центре не в центре города но недалеко от каму почти в центре города а мы сейчас идем вон туда на это на площадь газнака дк газнака дворец культуры имени ленина уже видели а сейчас увидите дворец культуры газнака как раз вот этот дворец относится я понимаю к фабрике газнак да и в фабрика а газнак его финансируют было раньше тогда сейчас наверное уже не так но они сделали там фонтан очень понятно не работает холодно вот но раньше было так что как бы сказать спонсором короче газнака и всех мероприятий дк газнака был именно газнак поэтому и название газнак это у нас детский сад детский сад называется петушок в него золотой петушок в него золотой петушок него ходила мама даже еще и ходил одно время димка да вот наконец-то дошли это наш дворец газнака мы да наверное пойдем вот нет нет мы давай мы через этот пройдем и по большевистской наверное уже пойдем здесь наверное будем заканчивать наше видео вот такой вот красивый дворец с колоннами вот кстати в нем у нас кинотеатр больше в городе кинотеатра нет небольшой зал наверное мест на 30 примерно но он есть пойдем вот туда на эту к фонтану вот ну за ним следят все красят там даже батут центр есть называется макс фан вроде а это у нас детская поликлиника и взрослая и детская вот такая красота это кстати вот эту площадь кстати не так давно сделали вечером очень прикольно светятся вот эти белые фонарики фонтан когда летом работает тоже такой красивый вид красивый фонтан сюда раньше ставили новогоднюю елку на этой площади сейчас я не знаю честно говоря сейчас она у нас там где дворец ленина эспланада вот так друзья такой вот дворец и фонтан кстати тут где то было написано что его сделала вот именно фабрика газнак в каком то году вон наверное написано вот жителям и гостям города краснокамска с уважением и благодарностью вот фабрика газнака что это уп фабрика газнак 2012 год вот этот фонтан сделан в 2012 году вот такая красотища так ну все друзья я думаю на этом наверное мы видео наше будем заканчивать прогулялись по городу в принципе все показали что хотели вроде все потом уже со временем когда что-нибудь еще появится или идеи какие то мы конечно же с вами прогуляемся но сейчас всем огромное спасибо за просмотр всем удачи всем пока спасибо и